Блок Айастан, Армения. За короткое время компания не успел провести достаточно встреч в селах страны. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в премьер-министры от Блока, второй президент Армении Роберт Кочарян. «Компания была очень короткой, мы не успели очень многое, и особенно в сельской местности у нас было довольно мало встреч. И если вы заметили, власти зафиксировали достаточно большие результаты именно в селах. Люди, наверное, в последний момент определились и ушли, проголосовали за власть», — цитирует его ереванский спутник. Комментируя вопрос мандата доверия действующим властям, Кочарян отметил, что в нем большую роль сыграл фактор возвращения бывших властей, так как в выборах приняли участие все бывшие президенты Армении. «Мы так и не смогли сломить это обстоятельство. Наверное, это была последняя пуля революции», — сказал Кочарян. По его словам, у него со вчерашнего митинга Пашиняна не сложилось впечатление, что что-то в их риторике и действиях поменяется. Если власти продолжат действовать так, как они действовали до этого, запугивая других репрессиями и вендеттами, «мы очень скоро встанем перед новыми внеочередными выборами», — заметил Кочарян. Кочарян не верит в предложение исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна начать переговоры с другими силами. «Вы заметили? Руку примирения. Я не заметил. Эти власти столько врали, что верить просто нельзя. Власти, которые врали 44 дня, заявляют что-то, а потом кто-то из них говорит обратное», — сказал Кочарян. По его мнению, истинная цель заявлений о диалоге с другими силами — показать что-то внешнему миру. Если они реально так настроены, то как минимум 6 месяцев должны вести себя в этом ключе, чтобы им немного поверили.